Вечер добрый! Как часто от известных деятелей искусства, культуры мы слышим, Боже мой, куда же это все катится? Действительно, куда? Что происходит с культурой, с искусством сегодня? Эти вопросы мы обратим тому, для кого сегодня час пик. Сегодня час пик для известного русского-российского художника Ивана Новоженова. Добрый вечер, Иван. Привет, Андрей. Привет. Иван Новоженов, 48 лет. Когда начал рисовать, даже не помнит. После школы поступил в Строгановское училище. Через два года бросил, считая дальнейшее обучение ненужным. К 28 годам стал широко известным в узком кругу московских художников. Однако средств к существованию это не давало, поэтому летом ездил на заработки. Расписывал церкви, рестораны, клубы, писал заказные портреты. В 1972-м в коммуналке у друга устроил свою первую персональную выставку. Через шесть лет начал выставляться на Малой Грузинской. В 1994-м с Татьяной Недзветской открыл галерею Доминанта. Сейчас на его счету 200 российских и зарубежных выставок. За последние годы две персональные в ЦДХ и одна в Филадельфии. Эрнст Неизвестный и Иван Новоженов – современные русские художники. Себя называет романтическим реалистом. Мечтает об огромной белой мастерской с маленькой полочкой любимых книг. Иван, вы как-то обронили, что профессия художника опаснее, чем канатоходца. Я уж не говорю о том, что вместе с этим вы дико обидели всю милицию и многие другие опасные профессии. Вы действительно так считаете? О, уж да, Андрей. Канатоходец – самая безопасная профессия. То есть тебе опасность в жизни гарантирована. Ну, как на войне и где-нибудь еще. То есть ты знаешь, да? Самая опасная профессия – это профессия обычного бытового человека. Но он вообще не имеет шансов проверить, что жизнь опасна. Он может ее просто проспать начисто. Художника спасает холст. Хотя бы я вижу, что я сплю. Поэтому я не сплю. А чем? Какие опасности подстригают художника? Так, ну, если уж заговорили о канатоходце, то можно в двух словах эту сказку как бы и рассказать. Ну? Ну, на примере того, что тело канатоходца, допустим, является скульптурой. Вот. Возьмем троих. Канатоходца, дантиста и скульптора. Если канатоходец идет некрасиво, то он просто бьется. То есть для искусства его профессия абсолютно безопасна. Если дантист работает со своей маленькой скульптурой не так, то он хотя бы получает сигналы от пациента. Есть какая-то коррекция. Да, ну, конечно, дантист, он вне опасности, но хотя бы ему подсказывают. Скульптор мнет невинную глину, рубит несчастный камень. Там внутри тысячи нервов, тысячи струн, на которых есть свои канатоходцы. Да не тысячи, просто бесконечность. Чуть-чуть убрал или чуть-чуть оставил лишнего, это уже гибель, это катастрофа. Там гибнут миры, гибнет все. Но он не понимает, что происходит? Да, он говорит, это моя авторская воля. То есть опасность, она предполагает какую-то одновременно концентрацию воли и предельное смирение, послушность. Вот возьмем пример вашу выставку в Манеже, которая была обставлена, ну, как роскошное американское шоу. Огромный шар перед Центральным Домом Художников. Вы раздавали очаровательные воздушные шары с привязанными на ниточке гвоздями. Это провокация. Провокация. А зачем провоцировать людей? Вот эти гвозди на ниточках. Вот отдельная деталь, пускай, может быть, она была не центральной в экспозиции, которая состояла из пяти залов, замкнутых по окружности. В этом был определенный концепт. Но откуда возникает желание провоцировать в людях низменное? Это не низменное. Ведь каждый художник в каждом своем действии хочет сразу дать полную, абсолютную картину мира. В этой картине или в этом действии. И вот представим себе, что шар, вот эта тоненькая его золотая пленочка, это пленочка жизни, которая сдерживает нашу энергию. Рисунок – это событие жизни. Но ведь кроме этого в жизни есть еще смерть. И я как раз тогда сказал, гвоздь – это даже не смерть, это возможность. Это острие данного момента. Вы можете делать с этим гвоздем все, что вы захотите. То есть вот этот шарик, ниточка и гвоздь – это, в общем, модель бытия человеческого, да? Да. Причем интересно, что очень многие свои шарики уже почпокали, похлопали. А после того, как им сообщили, подумали, боже мой, да, я проспал этот свой момент, я уже проспал свою жизнь. Вот интересно, подобный трюк вы не проделывали на нероссийской аудитории, на других людях? Они бережнее относятся к жизни? Увы, еще нет. Вот интересно. Вы сейчас сказали о смерти. Одна из последних ваших акций – это апокалипсис в отдельно взятой квартире. Беспрецедентный проект. Я хочу, чтобы вы сами рассказали о его сути, и потом я задам вопрос. Так, ну, в двух словах общей ситуации в современном искусстве. Уже 20 лет пишут о конце культуры, о смерти современного искусства, о том, что главное содержание современного искусства – это смерть современного искусства. Вот такой вот, вы понимаете, змей, заглотивший свой хвост. И все это продолжается и продолжается, понимаете? Все уже стерлось как бы в мелкую пыль, но еще чуть-чуть шевелится. И тут нужно какое-то резкое, такое мощное хирургическое решение. Современное искусство в основном делается как хит. То есть, это лучшая вещь сегодняшнего дня. Завтра она, естественно, не будет лучшей. То есть, заранее делаются вещи, которые обречены на поражение. Одноразовые лезвия, одноразовые боги, одноразовые произведения искусства. И вот мы возвращаемся к акции в арт-лаборатории Доминанта. Стены заведомо должны быть снесены. Ремонт. Ну, для арт-лаборатории нужно помещение. Пока, на 31 января всего года уже прошедшие, это коммунальные квартиры. Но разве можно сносить стенки, если они не расписаны? Тяжело. Художнику тяжело разрушить стену, если на ней нет произведения искусства. То есть, не было задачи создать искусство разрушения. А было предложено по-другому. Будешь ли ты делать что-то, если завтра катастрофа? И все надеются на что-то, на какое-то будущее. Вот там впереди уж кто-нибудь посмотрит. Не я, так юноша и девушка с горящими глазами. Это просто философия конца века, конца тысячелетия. Будешь ли ты делать что-то, обреченное на уничтожение? Если это будет обречено... Если это будет обречено, да. Почему вы сказали, когда-то и написали даже, вот в одном, по-моему, из предисловий к материалам экспозиции. Творчество умирает там, где начинается искусство. Абсолютно парадоксальная, с точки зрения, просто нелепая фраза. Нет, несколько не так. Но я не художник, мне можно. Нет, нет, нет. Искусство есть результат смерти творчества. То есть, творчество это процесс. Процесс нельзя зафиксировать. Ну, это просто разделенный по времени труд, процесс и результат его. Мне бы легче было в воздухе нарисовать картинку. Нарисуйте. Вот, я что-то чувствую, я что-то рисую. Рукой или чем-нибудь. Пока во мне идет этот творческий процесс. Произведение не закончено. И вдруг я решил, все. К данному произведению остальные процессы, которые во мне происходят, не имеют отношения. Все. Мое творчество исчерпалось. Нет, не исчерпалось. Я делаю еще мазочек. Теперь уже закончено. Вот себе противоречите сейчас. Вот когда мы закончим нашу беседу, когда процесс создания ее закончится. Вот противоречите. Так. У вас в Центральном доме художника висела масса ваших произведений. Результат вашего творчества. Да, результат. И вы вкладываете воображение, талант, время, чьи-то деньги, может быть, свои, в то, чтобы это еще приподнять, опустить, не знаю, по результату. Вот это действие вокруг экспозиции, эти шарики, этот баллон с вашим именем, и все, этот звук, который сопровождает осмотр экспозиции, разве это не продолжение творчества уже с готовым произведением? Да, не на ноу-мурни, так тут в нашей картинке не хватало как раз третьего, и тогда все будет полно, потому что само произведение по себе, оно должно вызвать творчество другого человека, тогда оно живо. Хорошо. Ломаем беседу. Понятно. Зритель-создатель картины. Ломаем беседу. Согласен. Очень многие, я с этого начал, очень многие, уважаемые мною люди, все равно по-стариковски брюзжат, что где вот нравственность упала, и искусство насквозь стало коммерческим, и практически нет, некому руку пожать. Некому. И вот как Сергей Юрский недавно у меня в программе произнес, через два года, пророчествовал, через два года закончится эра Пушкина. Это значит, как бы из искусства уйдет легкость ума, веселье, талант. Правы эти люди? Андрей, по-моему, во-первых, это вопрос личной ответственности. Те, кто брюзжит о нашем нелегком времени, о бездуховности, в первую очередь делают это время для себя. И эту бездуховность для себя, перенося свои проблемы в окружающий мир. Не надо заботиться здесь о судьбе бразильских лесов, условно, если сказать. Делай вот ты на своем месте изо всех сил все хорошо. Настолько, насколько ты можешь. Вот таким способом ты можешь этот мир как-то вытащить из болота и что-то создать позитивное. И кто-то будет знать, ага, хоть здесь-то есть светлячок, вот здесь вот хотя бы. А может быть, здесь даже и солнце. Спасибо. А сейчас Иван Новоженов продолжит свой монолог об искусстве, но уже цитатой. Современное искусство не стоит. Его можно разве что натянуть как презерватив на какое-нибудь творение прошлого, сохранившее энергию и, следовательно, актуальность. Нынешнее произведение обязано быть хитом. Всеми признанной лучшей безделкой этой недели, дня, секунды. Оно автоматически обречено на поражение. В современной культуре массового употребления не может быть великих художников. Круглосуточно возникают лишь звезды, термин ошибочный, которые сами не светят. Видны они, покуда их подсвечивают чужие взгляды. Иван Новоженов. Это был тот же самый Иван Новоженов, который сейчас передо мной? Да, во истину так. Я послушал и решил, что я сам с собой согласен. Ага. То есть, мне это не нравится, но вот я вижу это. Сейчас действительно не может быть вечных... Великих. Великих произведений искусства. Все подвержено конъюнтуре сегодняшнего дня, сегодняшние секунды. Тогда что такое произведение искусства вообще? Андрей, я... Вот такой вот вопрос о смысле жизни. Извините под конец программы, но я хочу получить ответ от Ивана Новоженова. Что такое произведение искусства? Так, у меня есть длинный список того, что такое есть произведение искусства. Нет, пожалуйста, вы всю жизнь этим занимаетесь. Я думаю, вы можете сформулировать в двух-трех фразах ответ на вопрос. Окончательный и навсегда. Для себя, во всяком случае. Пока за 7 тысяч лет человеческой истории на этот вопрос не ответили. Можно составлять только красивую коллекцию. Вы же смелый человек. Вы занимаетесь самой опасной в мире профессией. Мы с этого начали. И вы рисковый человек. Я вас слушаю. Для меня это то, что только я таковым считаю. Вот то, что я делаю. Это я чувствую своим пульсом. А то, что делают другие? Ну, ведь и вы, и я точно так же смотрим. Да, это есть искусство. То есть, иногда и искусство бывает не искусством. Вы объявили 97-й год годом смерти карманных богов. Что вы в это вкладывали, когда вы это произнесли? Большинство людей, когда их спрашивают о вере или о боге, говорят, у меня свой бог. И если провести параллель между сносом стенок в арт-лаборатории и сносом берлинской стены, в этом смысле снос берлинской стены не был событием. Это была разрушена плотина, через которую хлынули карманные боги оттуда сюда и отсюда туда. Это было массовое распространение вот этой вот одноразовости. Как бы исчезли преграды. А в этом году уже ощутимо, а потом и все это увидят, будет смена стилей, просто даже человеческих стилей. Уже все настолько стало одноразовым, что пора созидать что-то такое большое, мощное и доминантное. Вот так же, как мы разрушили эти стены, и многие говорят, все, теперь я буду писать по-другому. А где начнет формироваться это новое мощное и доминантное? В моде, в искусстве, на телевидении, в журналах, в газетах? Я верю, что в Москве, потому что Москва, можно сказать, одна из самых молодых и энергичных столиц мира. Например, я сравниваю пульс Нью-Йорка и пульс Москвы. В Москве, конечно, пульс мощнее. Здесь больше свежей энергии, более рисковые люди, которые могут работать ни для чего. То есть, ведь и даже деньги зарабатываются не для денег. Тут есть какой-то другой азарт, там, честолюбие, что-то еще. Когда деньги начинают зарабатываться для денег, то все, уже конец. Опять-таки, змея заглатывает хвост. В Москве этого нет, у нас есть здравый заряд безумия. Спасибо, это было оптимистично. А теперь звонки телезрителей. Пожалуйста, первый звонок. Вообще-то, такие успехи создаются целенаправленно и усердно. То есть, не только прогнозируются, но и просто создаются. Просто создаются. Хотя, у меня, слава богу, такой заболевания нет. А мы-то ходим вокруг, шаркаем тапочками по паркету и вздыхаем. Ах, искусство. А успех просто... Ну, вот поймите, на самом деле, картина не стоит ничего. Или она стоит бесконечности? Вообще ничего. Это, может быть, просто испорченная тряпка. Черный квадрат какой-нибудь. Ну, почему какой-нибудь? Видите, когда его сделали, может быть, он не стоил ничего коммерчески. Никто не понимал, что это. Потом его много раз тиражировали в умах. Он стал частью нашей культуры. И теперь он очень ценен. Если говорить о коммерции. То есть, дорогим и знаменитым можно сделать что угодно. Вот я достану какую-нибудь пачку сигарет, ее знает весь мир. Все ее любят. У нее своя легенда. Допустим, у Кэмэлла, у этого Верблюда. Ну, на это затрачены миллиарды долларов. Спасибо за ответ. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кто ваш любимый художник, так сказать, и того? Кроме Ивана Новожжонова, там, видимо... Да нет, даже сам я себе нелюбимый художник. То есть, прошел тот возраст, когда выбираешь кумиров. Когда... Ну, юноша может иметь какое-то чувство недостаточности. И находит себе любимого художника, любимого певца, любимого писателя. И, наконец, ты видишь, это жизнь. И все мы только частички. И любимые художники тоже. Может быть, я думаю, что многие из тех, кто смотрел нашу программу, в начале, по привычке включив «Час пик», и, надеясь, увидеть там известного актера или политического деятеля, увидели не очень известного им этой аудитории художника, посмотрели, посмотрели, послушали, нет, и отключились. Поэтому у нас сейчас аудитории, я думаю, меньше, чем в начале. Между нами тогда уже, вот в конце, по-честному, сколько в том, чем вы занимаетесь, вспоминая шарики, сколько в том, чем вы занимаетесь, рассчитанной, сконструированной, просчитанной, созданной с учетом результата провокации? В моих действиях всегда есть основа. То есть, как дерево. Это не перечисление, когда я думаю сделать это, это, это. Я ничего не сочиняю. У меня есть главная стержневая идея моей жизни. Тайная, может быть, словами неисказуемая. И все остальные действия очень естественно вырастают. Какие-то крупные ветви, меньше, меньше, меньше. Если не хватает мне холста, я запущу воздушный шар, сниму фильм, что-нибудь еще. На самом деле, я хочу сказать на любом языке, не только кистью, то, о чем нельзя сказать. Художнику легче, он может это показать. Знаете, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. И когда ты устраиваешь эту провокацию, ты втягиваешь других в это действие. Но говорить об этом нельзя. Об этой основной идее, о том, что не формулируется, не сформулировано, говорить нельзя. Потому что нельзя, или потому что это невозможно сформулировать? Потому что это невозможно. Так, за всю историю человечества никто не сказал, но все говорят и хотят, и будут говорить. Это и есть стержень жизни. В этом и есть тайна искусства. Скорее всего, вот так вот мы... Значит, сегодня мы говорили о тайне искусства, а не о чем, но о чем-то, что мы все чувствуем. Спасибо вам большое. Это был час пик для Ивана Новоженова, замечательного русского художника. Всего вам доброго и успехов. Спасибо всем. Ну как? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok